Александр Петрович, здравствуйте. Сегодня стартовала неделя перед очень ответственным событием. В воскресенье откроется четвертый международный фестиваль Юрия Башмета. Нельзя ли об этом немножко подробнее? Конечно же. Мы открываем четвертый фестиваль, готовимся, но более мы готовимся уже к юбилейному, к маленькому пятому фестивалю. Почему? Потому что каждый фестиваль готовится за год. Еще не начался этот, мы готовим уже следующий фестиваль. Очень приятно, что у нас стало это привычным проведение уже фестиваля под руководством народного артиста Советского Союза Юрия Башмета. Его, скажем, деятельность, деятельность как музыканта, она заслуживает высокой оценки, но и как деятеля музыкального, так можно назвать. Поэтому сегодня можно сказать, что фестиваль уже готов, фестиваль сверстан. Мы сегодня ждем только наших уже слушателей. 5 апреля мы встречаем Юрия Абрамовича, встречаем с его командой, солистами Москвы. И 6-го произойдет открытие в Краевом музыкальном театре, открытие в фестивале арт-директором, который является Юрий Башмета. Фестиваль непростой. Почему? Потому как впервые, когда мы начинали первый фестиваль, он прошел только в Хабаровске, было всего три концерта. На сегодняшний день он расширился до границ уже нашего края. В прошлом году мы провели в Вяземском трио солистов Москвы. В прошлом году солисты Москвы выехали в город Комсомольск на море, а позапрошлым году выезжал только Сикстет. А в этом году не только, а Комсомольск взят уже как единица фестивальная, и там будут солисты Москвы. А трио выйдет в город Бикин и выйдет в город Амурск. Границы уже расширяются в фестивале. А фестивали знают не только в нашем крае, а фестивали знают уже в России. Почему? Потому что он озвучивается и в средствах массовой информации России, и на международном уровне. Александр Петрович, в рамках фестиваля, который заявлен как международный, кого нам ждать? Кто приедет? Вы знаете, даже сложно перечислить, почему. Когда начинается фестиваль, я всегда собираю своих коллег и говорю, что нам главное не упустить никого. Но это шутка, конечно. Мы знаем, сколько артистов приедет. Они будут приезжать, сначала приезжают пятого, прибывают солисты Москвы, далее будут приезжать, в который пройдет седьмого числа. Это у нас детский концерт. Далее приезжает, на этот фестиваль будет и баянист Григорий Середин, и гитарист Дмитрий Притула. И поэтому артисты будут приезжать и уезжать. И 18-го, когда закончится, будет закрытие фестиваля, закрытие будет под руководством дирижера Эрнста Хэттлса. Это из Австрии. Александр Петрович, в рамках фестиваля заявлена и музыкально-литературная композиция «Облако в штанах». В афишах указано, что читать партию стихов будет исполнять Хабенский. Но, насколько я знаю, произошла замена. Мы не считаем, что это какая-то большая накладка. Почему? Потому как эти артисты очень востребованы. Мы рассматривали многие кандидатуры. И рассматривался Сергей Безруков, и рассматривался Константин Хабенский. Заявили Константину Хабенского, но в силу его занятости спектакль, оно так есть, поставлен был спектакль в Амхате, где он работает, и никак он не мог выехать. Поэтому нам предложили, и мы согласились с кандидатурой заслуженного артиста Михаила Пореченкова. Михаил Пореченков, Константин Хабенский. Они приезжали сюда на театральный фестиваль, и многие артисты их видели в «Гамлете» и в других спектаклях. Поэтому я считаю, что это даже не замена. Это приезжает к нам достойный артист, который будет читать «Облако в штанах» вместе с солистами Москвы. А Юрия Башмета, кроме как на открытии, где можно будет еще услышать в рамках фестиваля? В рамках фестиваля на открытии Юрия Башмета мы можем услышать и в концертном зале Хабаровской крыльевой филармонии. Мы можем услышать, я уже говорил, в городе Комсомольске, на Муре. Это, услышите, будет творческая встреча с Юрием Башметом, и будут проведены мастер-классы с нашими молодыми музыкантами. Я думаю, что Юрий Абрамович будет здесь такой короткий период, но этот короткий период дает свой такой большой... То есть Юрий Абрамович берет за эти дни пребывания в такая полная насыщенность музыкальная, и нам это очень нравится. Александр Петрович, вот, кстати, о молодых. Я знаю, что в одном из прошлых фестивалей, да, в 13-го года, отслушивались шестеро хабаровских школьников, учащихся в музыкальных школах, на предмет определения их во Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Вот какова их судьба? Отслушивались не шестеро музыкантов, а слушалось больше музыкантов. И Юрий Абрамович был поражен, как бы не поражен, был приятно, удивлен, что такие замечательные у нас дети, именно здесь, которые учатся в музыкальных школах, учатся в колледже искусств, дети. И вот шестеро детей, шестеро, до этого несколько детей, четверо выезжали и принимали участие в детском, в юношеском симфоническом оркестре, а вот сейчас шесть детей выезжали в город Сочи и были на закрытии 22-й Олимпиады. Александр Петрович, не могу не спросить, вот какова будет роль коллективов нашей краевой филармонии, Дальневосточного симфонического оркестра, я знаю, что у нас камерный оркестр «Глория», я знаю, что у нас великолепный оркестр народных инструментов, ансамбль «Дальний Восток». Какое они будут принимать участие в четвертом фестивале музыкантов? Нет, это фестиваль классической музыки, поэтому здесь будут принимать участие все музыканты, которые работают в симфоническом оркестре. Мы скажем, что ведь на самом деле музыкантов не так и много у нас, и все музыканты, которые работают, они работают в «Глории», они работают в симфоническом оркестре, именно все музыканты, они примут участие в концерте, который будет проходить, концерт симфонического оркестра в концертном зале филармонии. Это у нас произойдет 11 апреля. Дирижер, солистом будет являться Юрий Башмет. То есть он будет диктовать что-то свое? Или мы готовим специально? Программа уже определена. Я не буду сейчас занимать время рассказывать. Сегодня можно все это узнать по рекламе. Можно узнать и на сайт этой филармонии. Дирижер будет Тигран Ахназарян. Дирижер. Представляете, как его в свое время Илья Дербилов. Когда бы мы удалось бы и посчастливилось поработать, дирижировать с великим маэстро. А сегодня Тигран Ахназарян будет дирижер, а Юрий Абрамович Башмет будет солировать. Александр Петрович, скажите, а вы волнуетесь сами перед таким ответственным мероприятием? Знаете, я волнуюсь на самом деле. Почему? Потому что без волнения, на мой взгляд, не может получиться что-то хорошее. Если относиться к этому с холодом каким-то. Конечно, это волнение нормальное, но главное, что есть профессионалы вокруг. Это как музыканты, и также в организованной нашей группе, административной, так называем ее. Мы знаем уже, каким образом. Мы знаем, когда они прилетают, мы знаем, куда их расселить. То есть это уже все отработано, как я говорю, от трапа до трапа. Апрель у нас месяц музыкальных фестивалей. И 29 апреля в Хабаровск приедет пасхальный фестиваль маэстро Гергиева. Нельзя ли вот об этом подробнее? Спасибо за этот вопрос. Состоится фестиваль, фестивальный концерт под руководством маэстро Гергиева. Состоится 29 апреля в Краевом музыкальном театре. Но кроме этого будет проведен еще концерт в Князе Волконском. Это уже при поддержке Министерства обороны. Это впервые будет? Ну, конечно же, это огромное событие, которое, скажем, проходит и под руководством правительства края, и Министерства культуры. Федосов Александр Вячеславович. Долгие были переговоры по проведению этого именно приезда маэстро Гергиева сюда. Это событие происходит. Значит, о нас не забывают. Значит, мы нужны. Сегодня, думаю, не каждый москвич посещает столько концертов именитых артистов, сколько хабаровчаням дана возможность посетить концерты. В сентябре у нас был Спиваков, в январе был Денис Мацуев, сейчас приезжает Юрий Абрамович Башмид, маэстро Гергиев. То есть вот такого насыщенного, скажем, года, но на самом деле это достаточно серьезный такой у нас сезон. Поэтому мы с удовольствием ждем всех на этом фестивале. Программа насыщенная. И услышать сегодня этот оркестр под руководством маэстро, я думаю, что это стоит того. Александр Петрович, я знаю, что не только мы принимаем, но и нас принимают. И не где-нибудь, а в нашей северной столице, в Санкт-Петербурге. Нельзя ли вот подробнее о наших гастролях в городе Наниве рассказать? Сегодня, если такая уже информация есть, конечно, с нескрываемой радостью мы скажем, что сегодня мы готовим, когда будут проходить дни Хабаровского края в Санкт-Петербурге, и в культурную программу включен один из ведущих коллективов, я скажу, Дальнего Востока, Хабаровского края, это Дальневосточный Академический Симфонический Оркестр. Художественный руководитель вернулся буквально в 28-го из командировки, где был в Санкт-Петербурге, где оговорились все вопросы. Практически все вопросы решены. То есть мы будем принимать в участии, в открытии, в торжественном. Мы должны провести несколько концертов по Ленинградской области. И Ленинградская область, и Санкт-Петербург с большим удовольствием нас принимают. Концерт должен пройти и в Санкт-Петербург-Опера. Возможно, концерт пройдет в Мариинском, в одном из залов Мариинского театра. И сегодня мы уже практически готовы к этой поездке. Это впервые происходит? Это впервые. Это впервые, чтобы такой состав выехал в Санкт-Петербург. И для нас это очень важно. И просто огромное событие. И вот видите, что на самом деле, что столько событий. И как я всегда говорю, знаете, есть детская игра. Пазлы собирать, да? Я думаю, что мы практически уже их собрали. То есть нужно дособирать, чтобы получилась хорошая-хорошая картинка. Потому что мы любим наших слушателей. Мы любим хабаровчан, жителей Хабаровского края. Вы не представляете, когда к нам приезжают гости. Какое они огромное спасибо говорят нам. Поэтому и мы говорим спасибо всем, кто нам помогает. Ну я в свою очередь, Александр Петрович, поблагодарю вас за интервью. Спасибо. Спасибо вам. До встречи.